Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Екатерина Алексеева. Смотрите в этом выпуске. Депутаты Заксобрания в первом чтении приняли законопроект о повышении размеров оплаты труда бюджетников с 1 января следующего года. Насколько вырастут зарплаты? Что такое родина? В норильских школах на занятиях разговоры о важном преподаватели рассказывают школьникам о духовных ценностях и патриотизме и обсуждают серьезные темы. Преподаватели МГИМО обучают школьников аспектам международных отношений. Дети смогут попробовать себя в роли дипломатов и определиться с будущей карьерой. Депутаты Заксобрания в первом чтении приняли законопроект о повышении размеров оплаты труда бюджетников с 1 января следующего года. Согласно проекту закона, повысить зарплату бюджетникам планируют путем предоставления ежемесячной выплаты в размере 3000 рублей с начислением на нее районного коэффициента и северной надбавки. В результате прирост зарплаты бюджетников составит от 4800 рублей по центральным и южным районам края до 7800 рублей в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком районе. С учетом коэффициентов минимальный уровень зарплаты в крае составит от 30 788 рублей до 50 030 рублей. Отметим, в бюджетной сфере региона трудится более 240 тысяч человек. Это врачи, учителя, работники культуры и спорта, сотрудники социальных учреждений. Ледовый городок в Аганере обрел новый дом. Теперь он будет располагаться в районе здания на Югославской, 15. Сейчас на месте уже идет монтаж городка. Там возведут горку, мини-лабиринт, поставят ели и ледовые фигуры. Как говорят в Управлении по капитальному ремонту и строительству, всего на обустройство городков в Центральном районе и в Каиркане выделено более 30 миллионов рублей. Все работы планируют закончить до 12 декабря. Все понимаем, что у нас 24-й год это год дракона. В Центральном районе у нас в соцсетях можно посмотреть, да, жители уже выразили свои эмоции по поводу дракончика. Мне кажется, дракончики получаются очень милые такие, добрые. Там добра очень не хватает в нынешнее время. Ну и, соответственно, будет ряд фигур тематических. Это памятные места нашей страны, достопримечательности и небольшой мотив по одной хорошей сказке. К жителям одна просьба, чтобы они ценили и не портили все, что есть. Что такое родина? Для кого-то это родные и близкие, для кого-то это дом, в котором он вырос. Кто-то назовет родиной свой город и свою страну. А что под этим словом понимают дети? На занятиях «Разговоры о важном» преподаватели рассказывают школьникам о духовных ценностях и патриотизме и обсуждают серьезные темы. Все, что вокруг нас, это и есть наша родина. Каждый понедельник в школах города проводят занятия «Разговоры о важном». Это всероссийский проект. Цикл информационно-просветительских занятий для всех классов. Все эти занятия, они носят, в первую очередь, патриотический нравственный характер, данная направленность. И сама тематика, и, собственно говоря, само содержание каждого занятия, все это разработано на федеральном уровне с учетом возрастных особенностей детей, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации. Проект реализуется с сентября прошлого года. Экзамена по данному уроку нет, но преподаватели замечают, что дети используют полученные знания на других предметах и городских мероприятиях. Результатом всей этой работы не может быть мгновенное какое-то видение. Это будет видно, когда эти ребята станут достойной ячейкой нашего общества, и когда они станут взрослыми и будут патриотами с большой буквы этого слова. Вот это будет, наверное, результатом. Темы уроков разработаны на федеральном уровне. Они приурочены к календарю образовательных событий, к Дням воинской славы и другим памятным событиям страны. Сейчас проходит цикл уроков, посвященных Родине. Я люблю Родину за то, что она сделала очень много праздников. Она очень большая, огромная. И из-за того, что там живут мои родители, Родина – это моя страна, родители, семья и мои воспоминания. На занятиях детям рассказывают об истории города, края и страны. Детям с начальной школы начинают прививать любовь к своей Родине и патриотизм. На уроках у нас с ребятами ведется беседа в доверительном диалоге. Это потому что современный метод работы в современном образовании. Я даю детям высказаться. Больше всего им нравится эта интерактивная форма работы. Следующие уроки будут посвящены Конституции Российской Федерации. За ними тема «Герои нашего времени». Екатерина Алексеева, Дарья Каменских, Владислав Моисеев, Александр Вуори. Норильские новости. Ученики 28-й школы плетут маскировочные нашлемники для бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Наш корреспондент Николай Букало узнал, как 40 минут работы могут спасти чью-то жизнь. Седьмые и восьмые классы заняты делом. Они плетут маскировочные нашлемники для бойцов специальной военной операции. Эвелина Матвиенко, одна из добровольцев, считает, что очень важно помогать нашим солдатам. В плести я начала, потому что хотела заниматься благотворительностью и как-то помогать нашим солдатам. И это дело как бы меня успокаивает. И я понимаю то, что так вот я помогаю нашим солдатам. Идея привлечь школьников к такому полезному делу возникла благодаря волонтерскому движению Норильской епархии. В храме добровольцы плели большие маскировочные сети. В 28-й школе, где и работает кружок, к сожалению, не оказалось помещения, где бы можно было установить большую рамку для плетения сетей. А вот маленький формат нашлемники пришелся по силам. Учителя рассказывают, дети с радостью приняли эту идею, поддержали инициативу педагоги и родители. Они даже помогают приобретать специальный материал для нашлемников спанбонд, которого нет в Норильске. Да, есть проблема с этим материалом. Дело в том, что в Норильске он не продается нигде, его приходится заказывать на материке. И, конечно, для этого нужны финансы. У нас появились спонсоры, нам помогают наши родители, педагоги, за средства которых мы имеем возможность приобретать вот этот материал. К слову, родители, помимо финансовой поддержки, помогают детям и делам. Кто-то дома материал заранее раскраивает на ленточке, чтобы детям было проще плести на шлемнике, а кто-то приходит и работает вместе со школьниками. Вот такими ленточками нарезается, потом мы это все миксуем в коробке, коробки миксуем. Как вы уже заметили, что дети просто берут ленточку и навязывают ее, уже знают, как это делать. После того, как они спонсбонд на каждый узелок навязали, мы на стенку привязываем мешковину. После того, как она уже готова у нас основа, мы ее снимаем с рамки и протягиваем вот такой вот шнурок, чтобы собрать его по периметру, собрать его и на вот этот фиксатор затянуть. Таким образом получается у нас готовый нашлемник. Дети изготовили уже 108 нашлемников. Их отправили на фронт. Сейчас от солдат с передовой поступил запрос на зимнюю маскировку. И в 28-й школе уже приступили к созданию бело-серых нашлемников. Николай Букало, Александр Вори, Норильские новости. Дипломаты с детства. Преподаватели МГИМО МИД России обучают норильских школьников аспектом международных отношений. Так дети смогут попробовать себя в роли дипломатов и, возможно, сделать выбор для будущей карьеры. Это не кабинет молодежного центра. Сейчас это кабинет, где решаются вопросы отношений, международных отношений. Ребята – это не ученики старших классов. Это послы, председатели, заместители, секретари посольства. В рамках этой игры наши слушатели попробуют себя в роли дипломатов, представителей России в Китае и в Индии. И узнают, чем кто занимается посольствием, какая ответственность, какие задачи лежат и так далее. И вот этот комплекс всей программы позволит ребятам сориентироваться для себя, понять лучше, в каком направлении им дальше двигаться, подготовиться, интересно, не интересно. Ну, я надеюсь, будет интересно. Мы с ним встретимся и на других площадках. За четыре дня ребята пройдут курс молодого бойца. Придумают себе новую взрослую личность и поступят на работу в импровизированное Министерство иностранных дел России. Преподаватели из МГИМО проведут им вводные лекции. По окончанию школьники уже будут иметь представление, что их ждет в будущем, если они выберут это направление. Они смогут точно для себя решить, готовы они посвящать свою жизнь этой профессии или нет. Я хочу убедиться в выборе своей будущей профессиональной деятельности, своего направления. Я начала интересоваться международными отношениями еще в прошлом году и проходила курсы от Высшей школы экономики. Я сейчас решила, так сказать, подкрепить себя новыми знаниями и получить новый опыт. Я очень рада и благодарна организаторам, которые смогли осуществить региональную сессию такого рейтингового вуза, который смог нам приехать и ребята смогут окунуться в атмосферу студенческих будней, предметов, изучить их и уже определиться в дальнейшем, подходит им это или нет в будущее. Может кто-то углубится в эти предметы и начнет их изучать и поступит даже в этот вуз. Организует подобные мероприятия 4-я гимназия. Директор Елена Петренко рассказывает, их выпускники часто поступают в ведущие вузы страны. Например, один из бывших учеников гимназии сегодня приехал тренером от Московского государственного института международных отношений МИД России. Он сейчас учится на четвертом курсе. Мы пригласили данный институт, МГИМО МИД России, для того, чтобы они показали и рассказали, как необходимо ребятам выбирать себя, свой путь, свое направление. Потому что очень многие сомневаются, очень многие до последнего не знают, какой ЕГЭ выбрать для поступления в институт. Соответственно, сейчас, сегодня, в четыре дня, у них институт школы будут. И во время данной школы они смогут понять, это их направление или не их, либо им нужно выбрать что-то другое. В школе дипломатов принимают участие 20 юных норильчан с 7 по 11 класс. По окончанию обучения им вручат сертификаты. Екатерина Алексеева, Владислав Моисеев, Норильские новости. В городском центре культуры глава города наградил норильчан в честь юбилея Норильска. Медалями, грамотами и благодарственными письмами различных уровней наградили работников медицины, науки, культуры, спорта, сотрудников сферы связи, транспорта, промышленности, социальной сферы. Всех, кто ежедневно вносит огромный вклад в развитие города. Приветственным словом к участникам церемонии награждения обратился глава города Дмитрий Карасёв. Этот год юбилейный, Норильск отвечает в своё 70-летие, но неизменным остаётся только одно. Это самое главное, что есть у нашего города – это люди. Люди, которые сегодня присутствуют в этом зале, люди, которые сегодня находятся на своих рабочих местах, люди, которые вносят особый вклад своим трудом в развитие медицины, науки, социальной сферы, промышленности и многих-многих других отраслей, от которых зависит развитие нашего города. Я хочу выразить вам искренней свободы благодарности за ваш труд, за преданность выбранному делу, пожелать вам, вашим близким, крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго. С праздником вас, дорогие друзья! У нас на этом всё. Сообщайте ваши новости по телефону 34-32-32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем ютуб-канале и на сайте Норильск.ТВ. С вами была Екатерина Алексеева. Всего вам доброго!